Очередной громкий скандал вокруг создательницы Гарри Поттера Джоан Роулинг. Дело в том, что отношения писательницы и транссообщества, которые можно мягко говоря назвать непростыми, известны уже всеми довольно давно. При этом с завидной регулярностью мы видим, как снова и снова стороны затевают очередную громкую стычку. На этот раз, правда, дошло до заявлений в полицию и, возможно, даже судебного дела. Причем в нем Роулинг будет как потерпевшей, так и обвиняемой. А все началось с того, что создательница Гарри Поттера в очередной раз отказалась назвать типа транс-женщину женщиной. Ну и понеслось. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Kiss for Gamers лучшая площадка для геймеров и не только. Ведь тут вы найдете огромное количество всевозможных игр для разных платформ и сервисов. Все самые свежие новинки тоже появляются первыми на Kiss for Gamers. Плюс тут всегда по лучшим ценам можно приобрести игровую валюту, ключи аккаунта или различный софт. Все транзакции проходят безопасно, а продавцы надежные и проверенные. К тому же любые вопросы поможет решить качественная поддержка, работающая 24 на 7. Для вашего удобства есть множество способов оплаты, а по нашему промокоду Юту будет скидка 10% на все. Ссылка в описании. Итак, давайте сразу к делу. Как у нас на этот раз возник новый громкий конфликт? Суть в том, что есть такая Индия Уиллоуби. Она прям очень хочет считать себя женщиной, поэтому я буду называть ее она, мне не жалко. Хотя по факту данный чел это мужик, который назвался женщиной, прошел, кажется, какую-то гормонотерапию, ну и стал одеваться в дамские наряды. Хотя при этом Индия Уиллоуби неплохо обыграла свой типа переход, потому что она теперь числится как первая в Великобритании трансгендерная ведущая новостей на национальном телевидении, и первая трансгендерная соведущая женского ток-шоу «Свободные женщины». Ранее она также была номинантом на британскую ЛГБТ премию в 2017 году и лауреатом премии разнообразия в СМИ того же года. А еще у Индии долгий и затяжной конфликт с Джоан Роулинг, что в целом и неудивительно. Так вот, что же произошло теперь? Суть в том, что на прошлой неделе Джоан опять вела какие-то там длительные дискуссии по поводу того, можно ли, например, транс-женщинами, тем, кто считает себя таковыми, пользоваться женскими уборными, на что в ответ один из пользователей сбросил Джоан видео с Уиллоуби и спросил «Привет, Джоан, так ты говоришь, что этой даме следует воспользоваться мужской раздевалкой?» В ответ на что Роулинг написала «Вы прислали мне не то видео, в этом видео нет женщины, просто мужчина, упивающийся женоненавистническим представлением того, что, по его мнению, означает слово «женщина», самовлюбленный, поверхностный и эгоцентричный. Если Индия Уиллоуби – женоненавистница, почему она стала женщиной, подумайте», – ответил пользователь. Роулинг же, в свою очередь, парировала «Индия не стала женщиной, Индия косплеит женоненавистническую мужскую фантазию о том, что такое женщина». Ну вот как-то так. И, собственно, тут же началось. Сперва сама Индия Уиллоуби ответила на комментарий Роулинг, написав «Я искренне этим возмущена. Гротескная трансфобия, которая расстраивает. Я такая же женщина, как и Джон Роулинг. Признана законом и всеми, с кем я общаюсь каждый день. Споры о том, является ли Джон Роулинг трансфобом, окончены». Но, немного по размыслив, ведущая, видимо, решила, что этого мало, так что, немного погодя, оказалось, что она еще и заявила на Джон Роулинг в полицию Нортумбрии за то, что писательница неоднократно допускала к ней неправильный гендерный подход в интернете в рамках продолжающейся вражды. «Джон Роулинг определенно совершила преступление», — говорится в заявлении. «Я по закону женщина. Она знает, что я женщина и назвала меня мужчиной», — говорит Уиллоуби. «Это защищенная характеристика, и это является нарушением как закона о равенстве, так и закона о признании пола». Она написала об этом в Твиттере на 14 миллионов человек. Уиллоуби продолжила. «Я заявила в полицию на Джон Роулинг за ее слова, и я не знаю, будет ли это рассматриваться как преступление на почве ненависти, или как злонамеренная коммуникация, но это прямое преступление, насколько это возможно». Роулинг же, в свою очередь, ответила, что она консультировалась с адвокатом, который сказал, цитирую, «что у меня не только было явно выигрышное дело против Индии Уиллоуби за клевету, но и навязчивые нападки Индии на меня в прошлом, на протяжении нескольких лет, так что они могут достичь юридического порога преследования». Также Роулинг заявила, что гендерно-критические взгляды могут быть защищены законом, как философские убеждения. Никакой закон не обязывает кого-либо притворяться, будто он верит, что Индия — это женщина. А еще Джоан добавила, «Понимая, что ложь правоохранительным органом является правонарушением, мне просто придется объяснить полиции, что, на мой взгляд, Индия является классическим примером мужчины-нарцисса, который живет в состоянии постоянной ярости от того, что не может заставить женщин принять его по его собственной оценке». Ну вот как-то так. Сейчас данную тему, конечно, охотно подхватили все мировые СМИ, а ситуация пока остается открытой и непонятно, дойдет ли она в итоге до суда или может быть нет. Но, как минимум, мы тут видим очередной виток вражды, которая и не думает прекращаться. А что вы думаете обо всем этом? Можете написать свои мысли в комментариях, также обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, если еще этого не сделали, а также переходите в наш телеграм, ссылка, как всегда, под видео. Спасибо всем за просмотр, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok